Лейтенант, и вся твоя работа? Не вся, товарищ майор. Ты поехал к самоходчиковой на квартиру. Зачем? Допросить. Без подготовки, без следователя? Правильно. Значит, ты связался с командиром корабля и велел самолет завернуть? Лейтенант засмеялся. Это хорошо. Оперативник без чувства юмора, что жених без бритвенного прибора. Какой там бритвенный прибор? Человек без юмора — это дурак? Товарищ майор, я поговорил с таможенником. Он этого немца знает, потому что тот посещают Россию почти еженедельно. За багажом? Да, в последний раз уезжал с чемоданами. А в этот? Сумка через плечо. Да полученный сверток. Таможенник сверток проверил. Никогда не догадаетесь, что в нем? Догадаю, лейтенант. Металл. Какой металл? Почему-то удивился оперативник. Платина. Леденцов не сомневался, что она, платина, переправлялась за рубеж мелкими партиями. Если не мелкими, то крупными. В багаже. Лейтенант, а раньше чемодана немца проверялись? Наверняка. Но таможенника я не спрашивал. Меня интересовал переданный сверток. Леденцову теперь больше всего интересовала самоходчикова. Любовница Мазина, который похитил платину. Неустановленный парень передал ей сверток. Она везет этот сверток к зарубежному туристу. Ситуация классическая. Володя, прослушку нам пока не разрешили. Свободных людей нет. Самоходчик его не выпускай из виду. За помощью приходи. Есть, товарищ майор. Ну, а что оказалось в свертке? Кукла. Что за кукла? Обычная, даже старенькая. А в кукле? Ее просветили. Ни денег, ни бриллиантов, и никакой платины. Сувенир бабушки. Память ее детства. Тамара не могла понять, почему в прокуратуре она умолчала о Саше. И почему до сих пор скрывает от него этот вызов. Ее удерживала беспричинная тревога. Беспричинная ли? Саша молчалив, как ее одинокая квартира. Приемника не было. Телевизор сломался. На плите ничего не варилось. Тревога от неизвестности. Она вспомнила, как однажды повесила на косяк кухонной двери проветриваться тулупчик, вывернув овчину. Утром уже светало, вошла в кухню и закричала. Там стоял медведь. Тревога от непонимания. Она любила смотреть детективы. Оперативники бывали разные, но что-то в них было единое, как у близнецов. Ловили, дрались, стреляли и выпивали. Симпатичные, простоватые ребята. Саша жил в тайне, как карась в Иле. До сих пор не показал свою квартиру. Не познакомил с приятелями. Ничего не рассказывал о работе. Часто менял автомобили. Имел большие деньги. Тамара колебалась недолго. Не арестуют же ее за это. И набрала номер телефона. Дежурный капитан Сердюков слушает. «Скажите, как мне позвонить Веткину? В каком он отделе? В уголовном розыске. Там таких нет. Веткин Александр Александрович. Девушка, уголовный розыск я знаю, как свои карманы. Может быть, не в уголовном? Дорогая, мне искать некогда. Звоните в канцелярию». И он положил трубку. Тамара набрала номер канцелярии и затараторила, боясь, что не станут искать. «Очень прошу. Я приехала издалека. Ищу брата. Веткин Александр Александрович. Работает у вас». «Сейчас гляну в компьютер», — ответила женщина. Тамара не дышала, чувствуя, что ждет ответа, как приговоры. И тут же мысленно обругала себя из-за сомнения, из-за недоверия, из-за глупость. Что бы сейчас женщина не ответила, Тамара с ним не расстанется. «Слушаете?» «Да-да». «Веткин Александр Александрович в нашем РУВД не числится». У Тамары чуть было не вырвалось, а где числится. Но трубка уже била отбой. Тамара задумалась. С чего она взяла, что Саша работает в РУВД этого района? Наверное, РУВД в городе штук шесть или десять. Он мог служить и в отделении милиции по своему месту прописки. В конце концов, надо выбрать момент и Сашу спросить. Тамара легла на диван вздремнуть перед ночным дежурством. Днем сон не шел. Вместо него полуживое забытье с полуснами, когда спишь, и знаешь, что спишь. Какие-то звуки. Верхний сосед топает. Нет, не верхний. Сосед боковой. Наверное, что-то прибивает. А зачем кричит? Но стукни в стенку. Глухой, а крик еще глуше. Тамара села. Кричали и стучали на лестничной площадке. Вроде бы звали на помощь. Она боязливо выглянула. Крики и стуки неслись из лифта. Давно он не застревал. Как раз на уровне их лестничной площадки. Она подошла и спросила, будто звонили в ее квартиру. Кто там? Девушка, взмолился мужской, вернее, юношеский голос. Вызовите лифтера. Уже полчаса сижу. Там есть кнопка к лифтеру. Жму, но бесполезно. Позвоните. Не знаю телефона. Тут номер значится. Я продиктую. Она запомнила цифры, позвонила и вернулась на лестничную площадку. Мастер прибыл минут через десять, покопался где-то внизу, на первом этаже, и лифт распахнулся. Из него вышел молодой человек, озираясь и пробуя понять, на каком он этаже. На четвертом, подсказала Тамара. А я с пятого. У вас так часто? Да нет. Вы не из нашего дома? Теперь из вашего. Снял однокомнатную квартиру. Выносил бутылки на помойку. В руке пустое полиэтиленовое ведро, джинсы в пыли и белилах, рубашка с короткими рукавами в прилипших стружках. Я не мешаю? Стучу, сверлю. Вы же не надо мной, а сбоку. В вашем доме акустика, как в филармонии. Первый день мне казалось, что, извините, в мой туалет каждые полчаса заходят посторонние граждане. Привыкните. А в кухне пахнет чужим жареным и пареном. Принюхаетесь. Как звать мою спасительницу? Тамара. А я Олег. И он побежал по ступенькам на пятый этаж. Она вернулась в квартиру, поймав себя на каком-то смущении. Помогла человеку и все. Молодой, приятный. Дело не в этом. Много молодых и приятных. Необычный. Большие глаза полны наивной голубизны, и русые локоны висят на ушах. Ему бы в церкви петь, а не ремонтом заниматься. Я размышлял о литературно-киношных жанрах. Детектив там, где есть тайна. Триллер там, где ловят и стреляют. У Леденцова триллеры, у меня детективы. Но, похоже, и у меня детектива нет, поскольку тайна разгадана. Убийца какой-то шампур, которого оставалось только поймать. Вошла женщина, улыбнувшись мне как старому знакомому. Я уже говорил, что плохо запоминаю лица, но только не тех, кого допрашивал. Дочь убитого Чубахина. Пришла сама без всякой повестки. — Садитесь, Кира Ивановна. Здесь, в кабинете, я разглядел ее четче. Слегка одутловатое лицо все-таки оставалось моложавым. Вспомнил ей сорок лет. Каким же быть женскому лицу в сорок, как не моложавым? — Кира Ивановна, что-нибудь вспомнили? — А что надо вспоминать? — Неужели не думали, кто мог вытрясти цветы? — Постоянно в голове, но не было в нашем окружении ни злодеев, ни врагов. Ее серые глаза казались светло-голубыми, по крайней мере, иногда на них как бы падали голубоватые блики. — Или это от волос, белая чистота которых отливала естественной слабой синевой? — Если ничего не вспомнила, зачем же пришла? — Глупый вопрос, потому что родственники, как правило, приходят узнать, не пойман ли убийца. Видимо, Кира Ивановна... Она непроизвольно подалась вперед, словно захотела обдать меня своей слабенькой голубизной. Я ответно вскинулся. — Что? — Я была на даче. Там тоже искали. — То есть? — Замок сломан, шкаф, кладовка, перерыты, диван даже вспород. — Что пропало? — На даче одно остарье. Я не понимал, чему она удивляется. Шампур поискал раритеты на даче. Не нашел и отправился в квартиру Чубахинах. Неужели женская логика не может соединить эти два обстоятельства? А ведь она работала за компьютером, вроде бы самым логичным прибором. — Кира Ивановна, бандит искал ценности вашего отца. — Он же их забрал. — Был на даче еще до этого. — Я езжу на дачу ежедневно. Позавчера все было в порядке, а вчера уже и ценности взяты, и отец похоронен. — Хотите сказать, что у вас продолжают что-то искать? — Именно. — Я огоревал, что нет тайны. Следственная работа без тайн, как еда без соли. Но ведь по садоводству мог ходить какой-нибудь случайный вор, который ничего не крадет. — Кира Ивановна, значит, у вашего отца были еще какие-то ценные раритеты? — Представления не имею. Ее взгляд забегал по кабинету как бы от рассеянности. Такие квазирассеянные взгляды случаются у людей, которые начали говорить неправду. Неужели что-то утаивает? — Кира Ивановна, а говорите? — Наверное, глупость. Слушаю глупость. От бабушки остался плюшевый мишка, потрепанный, старый. Может быть, его искали? — Игрушку? — Да. — А в ней что? — Наверное, вата. — Кира Ивановна, как говорит молодежь, не врубаюсь. — Мишка 1912 года. Раритет для коллекционеров. Я знал, что среди собирателей полно одержимых. Но ради игрушки пойти на преступление? Спросил я вежливо. — Какие же у вас доказательства, что искали Мишку? — На даче рылись только в мягких вещах. Ни в посуде, ни в книгах. — Игрушка-то мягкая? — Кира Ивановна, неубедительно. — А это? И она протянула мне газетку, где синим карандашом была очерчена заметка, перепечатанная из какого-то немецкого издания. На аукцион будет выставлен плюшевый мишка 1912 года, изготовление со стартовой ценой 25 тысяч долларов США. — Вот как! И мою память взбодрил нечаянный импульс. Ведь где-то прочел. В штате Невада нашли джинсы, и по заклепкам определили, что им не менее 120 лет. Владелец хочет на аукционе получить за них 30 тысяч долларов. — Кира Ивановна, почему вы уверены, что Мишка именно ваш? — Гляньте в заметку. У Мишки за ухом крохотная проплешина, у моего такая же. Но как узнали про него за рубежом? — Могу только предположить. Весной мы с отцом принимали группу немецких пенсионеров. Видимо, информация растеклась. — Так ведь Мишки ни дома, ни на даче нет. Исчез? Кефир, батон, пачка масла. Легко. Но к ним полкило сыра, цыпленок, мешочек расфасованных конфет уже тяжело. Когда же она легкомысленно взяла пять килограммов картошки, то скособочилась от тяжести. Да еще не вовремя заморосила. Пришлось раскрыть зонтик, как циркачка, идущая по канату. Длинная мужская фигура сгорбилась и чуть ли не оперлась о ее плечо. Тамара попросила. — Выйдите, пожалуйста, из-под моего зонтика. — Я по-соседски. — Ах, это вы! Тамаре казалось, что глубизна глаз зависит от цвета неба. Но сегодня небо темно и скомканно, как серое одеяло. Он, голубоглазый, взял продуктовые сумки, и от легкости ей захотелось взмахнуть руками, как крыльями. И вспомнилось его имя. — Олег, вы устроились? — Мебель хозяйская, но что-то хочется сделать по-своему. — Откуда приехали? — С юга. — Из Сочи. — Тамара, а вы местная? — Да, петербурженка. — Санкт. — Ага. — Вкусно. — Почему вкусно? — не уловила она. — Петербурженка, как буженина, да еще санкт. Тамара догадалась, что он хочет есть, как все одинокие мужчины. Голодный мужчина интереснее сытого, да еще голубоглазый, которых теперь как-то не стало. Большинство темноволосые, черноглазые, усатые. У нее чуть было не сорвалось с языка приглашение на чашку чая, но вспомнила, что ждет Александра. — Олег, вы живете один? — Да. — Не женат. — Ну, вы еще молоды. — А видите ли, у меня слишком запутаны отношения с Софи Лорен, которая кинозвезда? Тамара подумала, что ослышалась. — Да, итальянская. — А вы с ней знакомы? — С ней весь мир знаком. Но она же старая. Тамара нашла резон, почему Олег не мог быть с ней знаком. — Видимо, поэтому на мои письма и не отвечает. — Прикалываетесь, — догадалась она. Тамара поймала себя на том, что ей приятно идти с этим молодым человеком. — Именно потому, что молодой человек, в то время как вокруг одни парни, коротко стриженный, с выпирающими затылками, у него русые волосы-локоны, в черных кожаных пиджаках, у него мягкая замшевая куртка, пахнущая дезодорантом. От него шел аромат загадочного одеколона. — Ну и голубые глаза. — Спасибо за помощь, — сказала она у своей двери. — Вы, наверное, студент? — Как догадались? — Лицо задумчивое. — Я в уме решаю кроссворды. И он побежал на следующий этаж. Тамара вошла в свою квартиру, разобрала сумки, и ей показалось, что здесь все стало необжитым. Она, хозяйка, дежурит или спит, обедов не варит, телевизор не смотрит. Что делает? Ждет. Чего? Неизвестные перемены в жизни. А Саша пропадает в никуда и возникает неоткуда. — Эти тайны. Надо все-таки изловчиться и спросить прямо. Но Саша пришел. Нет, он не ходил, а напирал на жизнь, как внезапный шквал. Бросил в кресло сумку, со стуком поставил бутылки с пивом, рывком прижал ее. Тамаре нравилась эта пробивная сила, мужчина. Да и весел он всегда, когда не зол. Будем ужинать или тянуть Митю за Титю? Сейчас, пока веселый или никогда. Саша, меня допрашивали в прокуратуре. — О чем? — О мазине. — Мною интересовались? — Они о тебе не знают. — Ну и хрен с ними. Саша откупорил бутылку, налил ей стакан и остальное выпил прямо из горла. Тамара тоже поспешила проглотить пиво, чтобы стать смелее, и, не отерев с губ пену, выпалила. — Саша, а ведь ты в милиции не работаешь. — Прикольчик, маму твою поперек. — Ведь правда? — Кто тебе сказал? — Никто. Женская интуиция. То ли от пива, то ли от выпавшего момента у Тамары ёкнуло желание расспросить о его родственниках, о месте жительства, о тяжелых чемоданах, привезенных Гюнтеру, о кукле в кейсе. Но Саша наступил на нее телом, почти прижав к столу. Узкое лицо, острый подбородок и долотистый нос как бы слились в едино острое и направленное ей в глаза. — Да, блин, я не мент и никогда им не буду. — Кто же ты, Саша? — тихо спросила Тамара. Он взмахнул рукой с такой силой, что слабый ветерок шевельнул ее прядку на лбу. Тамара отстранилась, испугавшись удара нечаянного. Но Саша всего лишь что-то доставал из внутреннего кармана. Красная книжечка, которую он раскрыл и сунул ей под нос. Удостоверение. Фотография Саши, смотрящего прямо и сурово. Печать. Не то краб, не то рак. Нет, расплывчатый двуглавый орел. Крупный текст. Частный детектив. Лицензия номер. А как же удостоверение капитана милиции? Запасное? Саша, так ты частный детектив? В натуре. Он спрятал документ. А разве частные детективы засекречены? Частные детективы не засекречены. Но я берусь за такие крутые дела, от которых не только МВД, но и ФСБ отказываются. В голове Тамары сразу прояснилось. И все стало на свои места. Почему же он так долго скрывал свою работу и тянул ее душу? Теперь запреты на все вопросы отпали. Саша, а где твой офис? Мой офис у тети в попис. Как? В чем вшивость моего положения? Я частный детектив. Частный. Работаю в одиночку. Помочь некому. Ситуевина? Я помогу, вырвалось у нее. Сказанула без рихтовки, довольна, решил он. В каком смысле? Обратной дороги нет. Позади иконка, впереди шконка. Она не все слова поняла, но схватила главное. С этого момента они срослись. То, что было непонятно, то и скрипило. А женщине не обязательно разбираться в мужских делах. Жизнь сплетена из двух веревочек, из работы и любви. Он пусть вяжет свои деловые узелки, а за их любовь она в ответе. Саша покопался в сумке, достал конверт и протянул ей. Она взяла. Что это? Тысяча баксов. Доллары? Томчик, хреновый я был бы друган, если бы заставил тебя вкалывать без бабок. Ты же ходила со мной на ночное задание. Так много. И рот заклей скотчем. Ясно? Пока не заклеила, Тамара спросила. Саша, а что такое шконка? До РУВД я пошел своим ходом, поскольку не знаю лучшего отдыха, чем ходьба. В милиции имелся зальчик, да и сотрудников у них значительно больше, поэтому совместные мероприятия проводились у них. Более 20 лет я бываю на этих мероприятиях, одинаковых, как подобные треугольники. Сбить волну преступности. В сущности, глупость, есть ли волна преступности, нет ли ее, надо выполнять закон. И если бы правовая практика была стабильной, никаких вол не прокатывалось бы. После речей начальника РУВД и прокурора района, после шумной перепалки между сотрудниками, мы уединились в кабинетике. Я, Леденцов и капитан Аллацька, которого включили в нашу оперативно-следственную бригаду. А где Чадович? Вспомнил я еще об одном члене бригады. Он теперь студент факультета журналистики, дал справку Леденцов. Якобы, вставил капитан. К нему, Сергей Георгиевич, не подступиться. «Расписные джинсы, замшевая куртка голубого оттенка и значок в форме зверя», — добавила Ладька. «Медузы-горгоны», — не согласился майор. Собрались мы, чтобы наметить план. Убийца гулял на свободе. Преступник, я сказал бы, нового типа. Жестокий, отчаянный и ловкий. Новенькое заключалось в его безмерной наглости, потому что он чувствовал общественную поддержку. Адвокаты, амнистии, помилования, сокращение сроков, права человека и постоянные нападки печати на правоохранительные органы. «Шампура взять», — предложила Ладька. «Вам бы только взять. А доказательства, — возразил я, — появятся. А если не появятся? Тамару расколем». «Да, Сергей Георгиевич, может быть, и верно его арестовать», — заговорил Леденцов. «Ребята, мы его адреса не знаем, и обыска нам не сделать. Да мы даже не знаем, под какой фамилией он живет». «Тамару прижать», — гнул свою Аладька. «Капитан, а если она сама в неведенье? Найти его приятелей?» «Похоже, что Шампур работает без напарников». «Но с напарницей», — уточнил Леденцов. «Ребята, мы не выяснили его зарубежный канал, а ведь немец опять приедет. Не проследили его путей по городу. Не получили ответа с аукциона, где продавался Мишка. Не знаем планов Шампура. Из допроса самоходчиковой видно, что он что-то готовит». Я ждал возражения. «Когда подготовится и совершит, то будет уже поздно. Как переспелый или недоспелый плод. Сорвешь рано, не докажешь преступление. Сорвешь поздно, взыщут за то, что проморгал». «Нераскрытое убийство влияет на рост преступности», — вздохнул Леденцов, имея в виду статоотчетность. «Боря, похоже, что преступность росла всегда. В 1755 году Сенат приказал вырубить леса вдоль дороги за фонтанкой речкой, ибо там многих людей грабят и бьют». «Звезды влияют», — сказал капитан. «Да ну!» Леденцов глянул на подчиненного, как взглядом прищемил. «Если они определяют судьбу людей, то уж рост преступности тем более, товарищ майор». «Да», — подтвердил я, — «психологи говорят, что в дни солнечной активности криминал оживляется». «Тогда в дни солнечной активности и оперативник должен оживляться», — заметил Леденцов. Капитан встал и несколькими шагами размял ноги. Для сыщика у него был невыгодный рост, под метр девяносто. Казалось, у него нет мускулатуры. Жилистая шея, масластые кулаки, плоско затвердевшая спина. Я как-то видел, как Аладька четверых накачанных охранников положил на пол ребром своей деревянной ладони. Конечно, ему хочется бежать и ловить, но он задумался вслух. «Может, шампур на кого-то работает?» «На немца», — подсказал Леденцов. «Немец лишь канал сбыта», — не согласился я. «А если он киллер?» — опять предположил капитан. «Истинные киллеры не убивают в том городе, где живут», — усмехнулся Леденцов. «Да где он живет-то?» — бросил капитан. «Братцы», — поставил я точку в разговоре. «Арестовать его можно. Он же в розыске. Бежал из зала суда. Но нам нужны доказательства убийства Мазина и Чубахина. Не забывайте, что он опасный и хитрый рецидивист. Узнал про хищение платины, вычислил виновника, познакомился с самоходчиковой и вышел на Мазина. «А как он узнал про раритеты Чубахина? А про мягкую игрушку и аукцион?» «Через Гюнтера», — сказал майор. «Братцы, спешить с арестом мы не должны. Подождем Чадовича». «Как его фамилия?» «Веткин. Саша Веткин. Где он живет?» «Не знаю». «Почему? Он скрывает?» «Я не спрашивала». «Откуда он родом?» «Тоже не знаю». «Какое у него образование?» «Окончил школу Крупье». «Где работает?» «Он частный детектив. Есть офис?» «Нет. Дорого арендовать помещение». «Тогда откуда знаешь, что он частный детектив?» «Лицензию показывал». «А если фальшивая?» «Нет, с печатью». «Друзья у него есть?» «Не видела». «Гражданка Самоходчикова. Ездила вместе с ним на квартиру Мазина». «Нет. Саша меня только расспрашивал о Мазине». «А почему?» «Инженера убили, а Саша частный детектив». «Говоришь, у него нет друзей». «Ах, кому же ты с ним ездила в гостиницу?» «Просто его знакомый из Германии, Гюнтер». «И что ты Гюнтеру возила в аэропорт?» «Сверток». «А что в нем?» «Не знаю». «Разве ты не глянула?» «Глянула». «Там был металл?» «Нет». «Кукла». «Что за кукла?» «Медвежонок Плюшевый». «Зачем же он Гюнтеру?» «Видимо, сувенир». «А где твой Саша его взял?» «Не знаю». «А чего ты дернулась?» «Я?» «Кашлянула». «Этот Веткин богатый». «Нормальный». «Тебе доллары давал?» «Я сама работаю». «Гражданка Самоходчикова». «Он своими планами делился?» «Насчет чего?» «Насчет частной детективной практики». «Да чего я в ней понимаю». «Когда встречаетесь?» «Не знаю». «Как так не знаешь?» «Мы дат не назначаем. Захочет — придет. Гражданка Самоходчикова. К примеру, Веткин тебе потребуется до глюков в темечке». «Это как?» «Потребуется до дрожи в коленках, как бомжу утренняя похмелка. Где станешь его искать?» «Нигде. Сам позвонит». «А он о своей работе рассказывает». «Да, иногда делится». «Например». «Один фирмач взял кредит и пропал с концами. Милиция искала другие частные сыщики и не нашли. Ущерб в пять миллионов. А Саша нашел». «Где же?» «Фирмач надел парик, дамскую одежду и поселился в женском общежитии. Жил с девчонками в одной комнате, и те даже не подозревали, что он мужик». «Гражданка Самоходчикова. А ты его не подозреваешь?» «В чем подозреваю?» «Газета про какую-то платину болтала, свистнутую на химаше». «Мне-то что?» «Этот Саша колотится по ночам, имеет много бабок, скрывает место жительства. Какой-то гюнтер, а?» «Я его не подозреваю». «Правду стелишь или фуфло?» «Я проста, как с моста, а мы сейчас проверим». «Как? Сигаретой прижгу твою сиську?» «Саша, ты свихнулся!» Тамара вскочила, отбросив его руку. Все-таки на кофте успела остаться сжженная пятнышко величиной с кнопку. Саша расхохотался. Острый подбородок дергался в незримом такте со смехом, и похоже, что этот такт задавался дрожащим носом. Бледно загорелые щеки покраснели, как от натуги. Тамара этот смех прервала. «Зря я согласилась на этот допрос». «Нет, не зря. В натуре начнут прессовать на полную железку». «Но почему и кто?» «Не будь лохом, Томчик. Например, перехвачу я выгодный контракт у другого детективного агентства. Вот и клинч. А милицейские допросы при чем?» «Теперь менты срослись со всеми структурами, могут схватить и поколоть. Да не бери в голову!» «Держалась правильно!» Кошачье семейство поселилось под домом. Осторожная худая мать и четверо котят. Их остроухие мордочки редком торчали в подвальном окошке. Чадович ухватил рыженького цвета прически майора Леденцова. Котенок мяукнул. Лейтенант ему сказал. «Ты нужен в оперативных целях». Котенок не понял и мяукнул еще жалостливее. Чадовичу пришлось объяснять. «Мне одному жить тоскливо, а потом возьму тебя домой». Котенок поселился в кресле. Сидел рыжим пятнышком, и вроде бы в комнате нет предмета меньше его. Для кошки мал, на мышку не похож. Шипит, фырчит, но не мяукает. Котенок, который не мяукал, но кусался. Зубки крошечные, как беленькие иголочки. Животных положено кормить. Не консервами же. Чадович пошел в магазин. Под стеклом чего только не было. От севрюги до карасей. Он отбросил мысль купить котенку крабовых палочек, потому что увидел мелкую рыбешку. «Скажите, как она называется?» «Рыбья мелочь». «Что мелочь, видно, но что за рыба?» «Рыба, рыбья мелочь». «Ага, взвести четыре килограмма». Котенок рыбу понюхал, дрогнул усами и есть не стал. Чадович его похвалил. «Правильно, с оперативной точки зрения». Надев бледно-голубую замшевую куртку, он поместил котенка в рукав, спустился этажом пониже и позвонил в квартиру. Дома ли она? «Кто?» «Тамара? Это Олег, верхний сосед». Дверь открылась. Девушка смотрела на него с легким недоумением. Лейтенант спросил. «У вас молочка не найдется?» «Какого молочка?» «Элементарного? Из-под коровы?» Недоумение оборачивалось подозрением. Высокий плечистый парень с локонами и в замшевой куртке просит молочка. Из чистой вежливости она выдавила. «Кефир есть?» «Он не будет». «Кто?» И лейтенант поддернул рукав. Котенок мяукнул и выполз на ладонь. Тамара всплеснула руками. «Какая прелесть! Входите! Сейчас угощу малютку!» Она усадила лейтенанта в комнате и убежала на кухню. Чадович решал, сколько у него времени. Откроет холодильник, возьмет бутылку, достанет блюдечко, нальет, осторожными шагами вернется в комнату. Риск был, но кто не рискует, тот не служит в уголовном розыске. Над тахтой у двери, на уровне роста человека, обои слегка вспучились и отошли. Под ними лейтенант начал укреплять жучка. Хозяйка застала его в позе, не успевшего отдернуть руку, но он выпустил на тахту котенка, якобы ловил. «Царапается!» «Сейчас попьет молочка!» Прямо на тахте, на подстеленной газетке. Пить молочко он не умел, макал мордочку и облизывал. «Как его звать?» «Не знаю». «Надо дать имя». «Тамара, я не знаю, котенок, она или он». «Кофе хотите?» «Жаждал». «Пока хозяйка возилась на кухне, Чадович поправил жучок и теперь осматривал комнату». Ни книг, ни газет, ни журналов. На стенах какие-то коврики и фотографии, видимо, родственников. «Несколько постеров зарубежных киноартистов из латиноамериканских телесериалов». Взгляд оперативника не увидел того, что искал. «Мужской одежды, либо какого-нибудь мужского следа. Дамская комната». Хозяйка принесла кофе, порошковое, без аромата. «Тамара, вижу». «Вижу я одиноки вы, как и я». «Где видите?» «Не пахнет ни сигаретами, ни бензином, ни спиртным». «А вы-то почему одиноки?» «Неинициативный». «Мужчине легче зевнула она. Извините, я с дежурства». Мелкое невыразительное личико, которое не сразу и запомнишь. Припухлые веки, провисшие щеки, приоткрытый рот. Не спала ночь. Но ее голова сидела красиво на стройной шее, которая, казалось, минуя плечи, сразу переходила в тяжелую и мягкую грудь. «Тамара, почему мужчине легче?» «Вас не выбирают, а нас выбирают». «Ну и что?» «Представьте, проходит год, второй, третий, а девушку никто не берет. Слабая женская психика может и не выдержать. Почему не берут?» «Некрасивая, глупая, плохая. Мужчина таких испытаний не проходит». «Я как-то об этом не думал». «Почему много разводов?» «Он-то ее выбрал, а она...» «Какой достался?» Тамара удивлялась его глазам. «Большие, голубые, должны быть беззаботными, веселыми, а они не по-юношески внимательны. Он же младше ее, может быть, стесняется женщин?» Он вскочил. «Извините, вы устали? Не до разговорчиков?» «Ничего. Я проста, как с моста». «Пока они пили кофе, котенок научился лакать молоко. Чадович сгреб его и пошел, отметив, что Тамара на вопрос о ее одиночестве не ответила. Она проста, как с моста, но и он прост, как на мост». «Не смешно ли в пятьдесят лет задумываться о правильности своей жизни?» «Я заметил, что задумываюсь о ней, когда одолевает изжога». «Многие люди живут от удачи до успеха, а между ними идет холостой ход времени, потому что они ждут удачи или успеха». «И большая часть жизни проходит впустую. У меня и того хуже. Я жил от одного расследованного дела до другого». «Какой может быть покой, пока убийца Шампур на свободе?» «Вот милиция его поймает, я расследую и отправлю в суд. И тогда...» «А тогда вместо Шампура появится какой-нибудь каюр или абажур. И опять розыск с расследованием». «Но изжога да немало». «Я поднялся в буфет к жаробушующей кофеварке и к теплоизлучающей Маше. К молоку, которое она мне тут же нагрела. «Подозреваю, что Маше я нравлюсь как покладистый слушатель. Кто вытерпит пересказ бразильских телесериалов или истории с ее мужьями?» «Не кончился еще?» — спросил я про бразильский. «Ну его, теперь смотрю детективы». «Какие же?» — заинтересовался я, поскольку телевизор показывал одни американские боевики. «На той неделе видела побег из крематория. Кто же сбежал? Кремированный?» «Да, сильно обгоревший». «А чей фильм?» «Американский. А вчера шло прикольное кино». Президент США познакомился в баре с девицей свободного поведения. Привел ее в белый дом, в овальный кабинет. Ну, все как положено. Выпили, закусили. И барменша его обокрала. «А что, по-вашему, взяла?» «Доллары?» «Нет». «Драгоценности президентши?» — предположил я, неуверенный, что они хранятся в овальном кабинете. «Не угадали. Она украла ядерный чемоданчик». «Маша, не смотри ты больше американские детективы». «А в наших все одно и то же. Менты бегают, бандиты матюгаются, и все пьют водку». «Ну, других стран». «Да». «Смотрела японский фильм про любовь. Он и она полтора часа ели лапшу». «Выпив второй стакан молока, я спустился в прокуратуру. И вовремя из милиции принесли толстенький пакет от майора Леденцова. «Удивила плотная упаковка и сургучные печати. Вскрыв, я понял, в чем дело. Здесь была информация не только уголовного розыска, но и ФСБ, и даже Интерпола». «Гюнтер Шмидт, немец, германский подданный, 51 год, место жительства неопределенное, не женат. По оперативным данным спецслужб и автоматической системы символикографической информации, антик В. Г. Шмидт является крупной криминальной личностью. Скупка и сбыт произведений искусства, торговля раритетами, контрабанда, изготовление фальшивых денег и тому подобное». Пытался организовать кражу картин, принадлежащих кисти князя Феликса Юсупова, убийцы Распутина, из галереи «Арк Ансен» во Франции. Предложил акционерному обществу «Кристи Мэнсон энд Вудс Интернешнл» Женевскому отделению семь краденных картин, где были полотна Кандинского, Фалька и Левитана. Был задержан на таможне с партией икон, среди которых воскрешение Христова, с сошествием во ад, святой Николай Чудотворец Зарайский, образ Тихвинской Пресвятой Богородицы, Господь Вседержитель, Тронный Спас. Иконы XVI-XVII веков, общая стоимость более трех миллионов долларов. Вступив в сговор с водителем МАЗ-205, курсирующим по международным линиям, пытался вывести за рубеж радиоактивные материалы, спрятав четыре контейнера под сиденье водителя и в инструментальный ящик. Был задержан в столичном аэропорту Монголии Буянт-Ухаа с тремя яйцами динозавра, которые пытался вывезти. Цена одного яйца на аукционе в Германии от 500 до 1000 долларов. Продавал два куска веревки, на которой якобы повесился Есенин. Веревка попала в США вместе с дневником Галины Бениславской, покончившей жизнь самоубийством на могиле поэта. В настоящее время Гюнтер Шмидт арестован, купив на Кипре пентхаус за 110 тысяч долларов. Сведение фирмы Юнифьючер расплатился фальшивыми купюрами. Я задумался. Справка краткая и, видимо, по прошлым годам, поэтому сведений о платине и кукле Мишке нет. Впрочем, Гюнтера с ними могли и не засечь. — Где там, если согласно каталогу украденных произведений искусства, в розыске находятся более ста тысяч картин и раритетов? Гюнтер Шмидт в Россию больше не приедет. — Отлично. Шампур лишился зарубежного канала сбыта. Начнет искать новый? — Саша не появлялся и не звонил двое суток. — Сегодня к ужину наверняка придет. Тамара ходила по продуктовым магазинам, терзаясь, чем бы его угостить. Не магазинными же пельменями. Кое-что она припасла. Медбрат с хирургией ездил на Дальний Восток и подарил ей килограмм колбасы из оленины, черного цвета, твердого копчения, но во рту тает. И банку крабов подарил. Саша любит рыбку. Мясо надо купить. Фруктов. Где-то Тамара слышала выражение. Человек — это то, что он ест. Вряд ли это верно. Вот свинья жрет все подряд, а мясо вкусное и нежное, например, бекон. Догрузив сумку яблоками и виноградом, Тамара пошла домой. Метров за сто от парадного ее ноги словно опутала. Не двигались, хотя ничто не мешало. Не отмешал нарастающий запах пива. Где-то рядом, за ухом. Отгадай. Может ли вегетарианец полюбить женщину? Да, если она ни рыба, ни мясо. Ой, Саш, испугал. Его остро отточенное лицо от улыбки не затупилось, что ли? Нос и подбородок были слишком тонки. Да и щеки остались натянутыми, как кожа на барабане. Томик, мы на одной шконке? Конечно. Тогда слушай. Пойдем ко мне, — перебила она. Некогда. Сказал бы по телефону. Томик, я не уверен, что он не прослушивается. Кем? Конкурирующими фирмами. Он хохотнул. Она улыбнулась, пробуя задержать подступающую тревогу. Томик, пивнушку, щупальца кальмара, знаешь? Да. Подходи к двенадцати часам. Саша ушел скорыми и резкими шагами. Не только расспросить, а даже удивиться не успела. К двенадцати часам дня или ночи? Какого же дня, если уже пятый час? Почему к пивнушке? Почему так поздно? Сидеть на одной шконке оказалось не мед. Что забраться на необъезженного скакуна? Тамара поела в одиночестве и поспала. Но сон был прерывистый, с невразумительными видениями. Она куда-то ехала на эскалаторе метро, который часто останавливался. И тогда Тамара открывала глаза и думала. Саша не похож на других. Каких других? На парней, бродящих по улицам с бутылками пива? На попивающих бездельных мужиков? На развалившихся в автомобилях бизнесменов? У Саши свой бизнес, тонкий, редкий и денежный. Медсестра с терапией, Валька Печенова, сказала, что все дело в сексе. Хоть мужик кривой, да свой. Валька не была замужем, и девка без понятия. Не все дело в сексе. Женщина не может быть одна. Ей нужен не только мужчина, но и личность. Медсестра с урологией, Сонька Мессершвили, спрашивала, объяснялся ли Саша в любви. Ага, страстное объяснение в любви. Что это такое? Он доказывает, как любит, а она не верит. Спорит. Выходит, ругань. Как можно доказывать недоказуемое? Любовь — чувство бессловесное. Да теперь нужно ли это слово? Маринка из процедурного кабинета пожила в Африканских Эмиратах и пробовала объяснить мужу, что такое любовь. А он и не спорил. Кляхался, что любит всех жен. Возможно ли любить четверых? До пивной щупальца кальмара она доехала на автобусе. Саша уже ждал. В кожаной куртке и с такой громадной сумкой на плече, что Тамара спросила. Что в ней? Документация агентства. Они двинулись по проспекту. Холодный для июля ветер бежал по уже ночной улице. Тамара поежилась. Так куда идем? Томчик, ты не сможешь допереть умом, какую работу поручают частному детективу. Какую? С которой в милицию не пойдешь. Не соглашаться? А бабки? С проспекта они свернули на тихую улицу с толстыми, уставшими деревьями и домами до революционной постройки. Панель была выметена. Прохожие встречались редкие и спешившие. Летней ночь все выбелило. Саша, что за дело? Одного насосанного лося... Кого? Коммерсанта дважды обносили. Что делали? Квартиру обкрадывали. Второй раз взяли с сигнализацией. Милиция приехала поздно. Сегодня он ночует на даче. А меня просил ковырнуть дверь и засечь, когда менты придут. Они же тебя задержат. А ты на что? У массивной двери парадного он встал, вытянул из кармана мобильник и передал ей. Иди за угол. Как только появится машина с легавыми, набери вот такой номер. Запомнила? И что сказать? Ничего. У меня в кармане такой же. Услышу писк и уйду. А если не успеешь? Да я выскочу раньше ментов. Он вошел в парадное. Тамара спряталась за угол дома так, чтобы видеть улицу. В памяти всплыла ночь за городом, дача, Мишка, в кейсе. Что он ей сумку не оставил? Тревога опоясала грудь. Боже, так она и будет жить от тревоги к страху. Да, мама говорила, что спокойной любви не бывает. Тамара глянула на часы. Прошло шесть минут, и дверь тут же распахнулась, выпустив Сашу бодрого и пружинисто шагавшего. Он встал рядом с ней за угол. А менты дрыхнут. Менты словно услышали, подъехав к парадной с ярко прожекторными огнями. Саша посмотрел время. Прибыли через восемь минут, Томчик. Пошли дворами. Патрульная машина хлопнула дверцами, и Тамара даже здесь, на улице, слышала, как милиционеры неслись по лестнице. Саша поторопил. Стучи копытами, веселей! Они оказались на параллельной улице. Тамара надеялась, что он возьмет такси. Но Саша пошел провожать ее на автобус. Она спросила, разве ты не ко мне? Завтра. Саша, давай поймаем частника. У тебя же сумка. Томчик, главное не наследить. Где наследить? В жизни. Прокуратура. Старший следователь по особо важным делам. Советник юстиции. Ого! Как разочаровываются люди! Как только меня видят! Невысокий, пожилой в очках, мешковатый костюм, полупридушенный голос. Ко мне в кабинет дважды заглянул породистый гражданин. Мой жизненный опыт подсказывал, что этот бизнесмен ищет фигуру тоже породистую. Но его жизненный опыт подсказывал, что моя фигура на породистую не тянет. На третий раз он вошел. Примите меня для приватной беседы. Лучше вам обратиться к помощнику прокурора. Отослал к следователю. К Рябинину. Почему к Рябинину? Самый опытный. Все верно, согласился я, надеясь на краткий отдых. Он сел, расстегнул черный длинный до пят плащ из плотной материи, отливающий антрацитом. Бесконечный шарф, как белый поток, пролился на колени и, по-моему, коснулся пола. Запах иной жизни. Дорогого одеколона, кожа автомобильных салонов, бильярдной, заполнил мой убогий кабинетик. Моя фамилия? Дощатый. Генеральный директор АО «Резонанс». Вот мой паспорт. Не нужен. Его же не повесткой вызывали. Это не допрос. Гражданин следователь. Я видел, как он колеблется между господином и товарищем. Больше пяти минут не уделю, поскольку жду ревизора из КРУ. Вернее, его ждали 26 томов бухгалтерских документов, изъятых мною в одном из этих самых АО и ООО. Видимо, мне нужен совет. Обратились бы к юристу. Совет человека, знающего оперативную работу. Дело в том, что на выходные я поехал на дачу. Вообще-то, я не отдыхаю. Городская квартира на сигнализации. И вдруг ночью что-то в половине первого. Звонок из милиции. Просят срочно приехать проникновение в мою квартиру. — Гражданин дощатый, вам следует обратиться в милицию. — Почему? — удивился он. — Квартирные кражи расследует милиция. — Послушайте до конца. Я кивнул, потому что у него осталось две с половиной минуты. Не только, потому что в его «послушайте» до конца забрежила тайна. — Ну, я сел в машину и приехал. Замки не сломаны, но в квартире побывали. Вторую дверь вообще забыли прихлопнуть. — Вы один квартиру осматривали? — С криминалистом. Говорит, что в обоих замках ковырялись. И металлический ящик взломан. — Значит, все-таки кража? — Послушайте до конца. В его ровно загорелом лице все было правильно. Нос, губы, щеки. А мне казалось, что оно скособочено вправо. Неужели его кривило то, что надо дослушать до конца? — Гражданин следователь. В металлическом ящике с навесным старинным замком лежали деньги. Сто тысяч. — Сколько? Сто тысяч пятисотинными купюрами. Почему же не в банке? Нельзя же класть яйца в одну корзину. Гражданин дощатый. Как-то не стыкуется. Большие деньги. В квартире. Ящик. Навесной замок. Так ведь квартира под сигнализацией. — Милиция уголовное дело возбудила? — Нет. — Ну, хотя бы ищут. — Что ищут? — Сто тысяч. — Видите ли, все деньги целы. Вот оно то, что надо было выслушать до конца. Я выслушал, но ничего не понял. Ни алкаш, ни психически больной. Их я узнаю с первых слов. А что пропало? — Ничего. — Хотите сказать, что вор проник в квартиру, ничего не взял и ушел? — Получается. Квартирные кражи пестрят невероятными эпизодами. От того времени, когда их расследование относилось к компетенции прокуратуры, в памяти остались яркие эпизоды. Вор-домушник лазил по квартирам и сравнивал, кто как живет. Продавщица, ученый, алкоголик, директор завода, многодетная мать, студент. А он-то как живет? Задумался и пришел ко мне с повинной. Или еще. Многие в отпусках, лето, дом недавно заселен, суматошный сосед ходит по квартирам, чего-то просит, заводит разговоры и знакомства. Утром пригнал грузовичок и обчистил квартиру, в которой при помощи подбора ключей поселился на три дня. Но истории подобных рассказанной бизнесменам в моей практике не было. — Гражданин дощатый, у вас есть родственники? — Жена и дочь, но не отдыхают за границей. — А враги? — Есть, как у каждого предпринимателя. Думаю, что-нибудь одно. Или его распугнули, или... Или недруги вам ставили жучка. — Что же делать? — Обратитесь в милицию или в частное агентство. Они проверят квартиру. Леденцов плел свои оперативные сети. Разослал ориентировки, задействовал негласных агентов, проверил явки и квартиры, поработал с бывшими приятелями и любовницами. Изучил дела по убийствам за последние годы, гонял в компьютере отпечатки пальцев, но в наше информированное время надеяться на них, что ждать явку с повинной. Шампур нигде не наследил. Даже прослушка в квартире самоходчиковой ничего не давала. Шампур бывал у нее редко, а если и бывал, то болтал о пустяках. Оставался лейтенант. Леденцов позвонил в квартиру, снятую у отставника. — Дежурю, товарищ майор, — отозвался Чадович. — Ну? Вчера самоходчикова вышла из квартиры в 23 часа 30 минут и вернулась в час ночи. Думаю, ее вызвали по телефону. — Нет, звонок не зафиксирован. — Не проследил? — Товарищ майор, я без колес, прохожих мало. — Она меня знает, засекла бы. — Еще у тебя что? — Все, товарищ майор? — Лейтенант, ты бы проявил творческий подход. — Я же проявил, — обиженным тоном возразил Чадович. — Какой? — Познакомился, в квартире побывал. Буду к ней ходить за молочком. — За каким молочком? — Коровьем. Налью в блюдечко. Лакать удобно. — Кто лакает? Ты, что ли? — Котенок. Взял в квартиру с оперативной целью. — Ну ты и фантик. Котенок забавный. Цвета вашей прически, товарищ майор. — Чадович, когда вернешься в РУВД, Аладька тебя поддержит, А я остригу твои локоны. Понял? Шампур. Если бы только один шампур. Глухие убийства возникали в районе чуть ли не ежемесячно. Майор потер щеку и обнаружил, что не брился. Когда, если половину ночи вылавливали труп из канала, До сих пор неопознанный, Так ведь и труп из люка тоже не опознали. Раскрывать убийства неопознанных, Что целится в темноте. Бритву не брал, не ел, кофе не пил, А умывался ли? И впереди новые сутки беготни, разговоров, криков и даже драк. Короче, стрессов. Чего же удивляться, Что сотрудники милиции, как и полиция всех стран, Чаще, чем в нормальных странах, спиваются, Расторгают браки и кончают самоубийством. Леденцов тяжело вылез из-за стола И хотел шагнуть к сейфу за электробритвой. Но внутренняя связь оживилась с какой-то нервозностью. Голос обычно спокойного дежурного ворвался. «Сбергбанк! Ограблен! Товарищ майор!» Леденцов мчался по проспекту, подвывая сиреной. «Что-то новенькое! Давненько банки не брали!» «Оперативники, видимо, уже там!» Майор огладил подбородок. Рыжеватая щетина незаметнее, чем цомная. У входа его встретил капитан Аладько и провел к заведующей отделением банка. Дама средних лет, в деловом костюме, пахнувшая духами и кофе, недоумевала, артистично распахивая глаза и теребя янтарный кулон. «В моей практике впервые!» «Да?» — на всякий случай спросил Леденцов. «Вошел! Сумка на плече! Никаких намеков!» «В маске?» «Нет». «С оружием?» «Я же говорю! Без намеков!» «На кино не похоже!» «Два года назад был приблизительный случай, но мельче!» Она вспомнила еще пару эпизодов. Леденцов к этим финансистам питал тайную неприязнь. Коммерческие банки возникли в августе 88-го, а статья о незаконной банковской деятельности в Уголовном кодексе появилась лишь в 97-м. За 10 лет правового вакуума дельцы поживились досото. Заведующая продолжала выдавать эмоциональный речитатив. «Вы, как сыщик, знаете, что лицо преступника выдает?» «Не знаю», — буркнул майор. «А у этого физиономия чиста, как фарфор, сами увидите». «Где увижу?» «В бухгалтерии. Рядом комната». «Его охранник задержал», — вставила Ладька. «Где?» «В операционном зале». Они переместились туда. Не было ни масок, ни пистолета, ни взломанного сейфа. Был контролер, девушка в окошке, которая говорила спокойно, будто грабили ее через день. Она даже удивилась. «Не грабили, а наоборот». «Наоборот? Это как? Деньги принесли?» «Ага, сто тысяч». Я глянул на капитана, на подлеца, который ухмылялся, потому что был уже в курсе дела. «Первый же труп из люка будет доставать он». Девушка поподробнее подошел и сказал, что хочет положить деньги на срочный депозит. «Заполнил бланк. У меня глаза потеплели. Сто тысяч кладет. В зарубежных банках в таких случаях кофе угощают. Приняли сумму, посчитали. Стали проверять на подлинность. Боже, фальшивые! Какую купюру не возьми!» Одну девушка протянула майору. Он долго разглядывал банкноту. «Не отличишь. Видимо, изготовлено с помощью капельно-струйного принтера. Капитан. Двух понятых и составляй протокол об изъятии этих денег». Леденцов знал, что делом о фальшивых деньгах займется управление и ФСБ. Он припомнил последний пустяковый случай. Подросток вырезал с плаката купюру и ею расплатился, свернув вдвое, потому что обратная сторона была чиста. Но сто тысяч! Дело серьезное. Впрочем, в мире вращаются миллионы фальшивых долларов. Говорят, предки мексиканцев подделывали стручки какао, ходившие вместо денег. Вместе с капитаном он перешел в соседнюю комнату, где под присмотром охранника сидел молодой человек в темном плаще. Он рванулся навстречу оперативникам. «Вы из милиции?» «Да, майор Леденцов. Я предприниматель дощатый. Это же недоразумение. Сейчас все объясню». «В РУВД объясните». Когда бизнесмен упомянул Рябинина, майор к пулеметной речи прислушался. Впрочем, и поведение дощатого не походило на виновное. Леденцов достал мобильник и позвонил во вневедомственную охрану. Там подтвердили ночной сигнал сработавшей сигнализации и вызов гражданина дощатого с дачи. Получалось, что он хранил фальшивые купюры? «А эти сто тысяч вы где получили?» «Переводом. Из московского банка». «Гражданин дощатый, вам придется поехать с нами». Уже из машины Леденцов позвонил следователю и ввел в курс дела. Рябинин слушал молча, но майор чувствовал, что тот улыбается. «Ну да, простор для интуиции и логики». Чтобы приземлить его фантазии, Леденцов строго заключил. «Следы уводят в столичный банк». «Боря». «Не уводят». «Сергей Георгиевич, если домушника спугнули...» «Не спугнули», — перебил следователь. «Он сделал свое дело и ушел». «Какое дело?» «Подменил деньги на фальшивые». Они замолчали. Следователь, видимо, продолжал самодовольно улыбаться. Мысли Леденцова разлетались, как галактики. «Фальшивые деньги, расплачиваться ими опасно, а если подменить, то и тратить можно, и хватятся нескоро, а значит, и не будут искать». Мысли разлетались. Одна, как осколок, клюнула в висок. Информация Чадовича. Чадовича. Вчера ночью Шампур со своей девицей ходил на охоту, как раз в то время, когда сработала сигнализация. «Сергей Георгиевич, сейчас ты улыбочку сменишь на ухмылочку». «Это почему же?» «Я знаю, кто подменил деньги». «Ну, я не знаю, но предполагаю». «И кто же?» «Шампур». «Это от потолка, то есть от интуиции?» «Нет, видишь ли, друг Шампура, господин Гюнтер, арестован на Кипре за фальшивые деньги. Логично предположить, что ими он снабдил и Шампура». «Тамара удивлялась на себя. Вроде бы все есть. Работа, квартира, здоровье, достаток. И есть главное для женщины — любовь. Живи и радуйся. Что же портит эту радость? Или так устроено в судьбе, когда одно съедает другое?» Она надкусила белесую колбасу, разломила черствую булку и глотнула остывший чай. Ведь ничего не случилось. А тоска тянула душу, словно извлекала из груди бесконечную занозу. И опять всплыли мамины слова. Спокойной любви не бывает. Громко на всю квартиру Тамара сказала. «Мне плохо, потому что я влюбилась». Телефон ответил понимающим звонком. Она схватила трубку. Глуховато на смешливый голос спросил. «Живем или тянем Митю за Титю?» «Живем», — подтвердила она, чувствуя, как хандра смывается, как шампунь с головы. «Планы на сегодня есть?» «Может быть, куда-нибудь сходим?» «Куда?» «Ну, в музей», — сказала она, сама испугавшись своего предложения. «В какой музей?» Похоже, Саша оторопел. «Хотя бы в Эрмитаж?» Он замолчал так надолго, что Тамара подергала шнур, опасаясь за контакт. На ее дерганье трубка отозвалась долгим шипучим хохотком. «Томик, я признаю только один музей, музей Мадам Тюссо, но он за бугром». «Интересный?» — спросила она, понимая, что разговор не телефонный. «Крутые личности всего мира из воска. И знаешь, у кого толпится народ? У фигур Гитлера, Дракулы, Джека-потрошителя. Это же злодей! А хорошие никому не нужны. Так едем? В музей Мадам Тюссо? В натуре на натуру». «Не поняла». «На шашлыки, Томка! Буду у тебя вмиг, на реактивном». Саша примчался через двадцать минут, торопливый, веселый, пахнущий жигулевским. Он хлопнул по сумке, которая, казалось, проглотила чемодан. «Поехали!» «Тут всего под завязку». «Куда хоть едем?» «Недалеко, километров тридцать от города. Осиновая роща. У деревни малые гнилушки». Тамара начала собираться. Перемена одежды требует внимания. «Правильно выбрать, карманы проверить, не забыть бы чего». Звонок в дверь ее удивил, скорый и настойчивый, как автосирена. «Кто это?» Саша задвинул сумку под стол. «Представления не имею». «Открывай». Прежде чем увидеть голубые глаза и локоны верхнего соседа, она ахнула от красного цвета. Его левая рука по самой локоть была залита кровью. Он поддерживал ее правой, кривил губы и бормотал бессвязно. «Извините, вы медработник. У меня и бинта нет». Тамара втащила его в квартиру и бросилась к аптечке. «Медработник. Йоду не оказалось. Перекись водорода, бинт и вата». Она взялась за руку. «Боже». Меж указательным пальцем и большим торчал длинный тонкий гвоздь с развесистой шляпкой. Тамара предупредила. «Сейчас будет больно». Она выдернула гвоздь и рану с норовисто перевязала. Сосед морчился, поглядывал на Тамару с благодарностью. Мокрым куском бинта она стерла кровь с кисти руки. Саша вертел гвоздь. «Как же это ты, парень?» «С книжными полками вожусь». «Олег, Саша», — решила Тамара представить их друг другу. Первый кивнул, второй буркнул нечленораздельно. Тамаре хотелось чем-то еще помочь Олегу, хотя бы предложить кофе, но исподлобный Сашин взгляд удерживал. В свободную руку студента она сунула пузырек с перекисью и бинт. «Завтра перебинтуете». «Воскресенье я собрался за город, и тут этот гвоздь». «Можете ехать?» — прокол неглубокий. «Мы тоже едем за город». «А в какое место?» «Осиновая роща. У деревни малые гнилушки». «Кончай базар», — пресек их разговор Саша. «Нам пора двигаться». Олег потоптался, извинился и ушел. Тамара не поняла, что произошло. «Да ничего не произошло». Беспричинная и глупейшая жалость на миг разлилась в груди каким-то влажным холодком. Жалость к этому голубоглазому студенту, чужому человеку, словно она увидела его умирающим от пустяшной раны, от вида крови. Разве мало видела ее в больнице? И сами собой вырвались слова. «Можно было пригласить его с нами?» «Хрюкнула!» «Приезжий, одинокий студент!» «До электричке осталось сорок минут!» Тамара стряхнула себя все лишнее. Мысли, переживания, заботы. Они едут отдыхать на природу. «Саш, была бы у тебя своя машина». «Могу хоть завтра купить, но нельзя». «Почему?» Частному детективу светиться лишний раз ни к чему. Пока Тамара причесывалась, он вырвал из тетрадки лист чистой бумаги, осторожно завернул в него гвоздь и спрятал в карман. Не представляю ли я интерес для медицины. У меня духовное превращается в физиологическое. Мысль делается изжогой. Даже не мысль, а беспокойство. Что-то я сделал не так, что-то я упустил. Но что? Да еще прокурор, который меня не любит. Старше я, опытнее, гершистие, непредсказуемее. Мы с ним схлестывались при любом контакте. Узнав, что я вынес постановление о принудительном приводе директора объединения «Наше пиво», прокурор сам пришел в мой кабинетик. Сергей Георгиевич, вы просчитали резонанс? Директор нагло заявил, что у него нет времени ходить по прокуратурам. Он член разных советов и комиссий. Его знают в правительстве. Его пиво пьет весь город. Юрий Александрович, мы столько лет орали о правовом государстве. И что? Слесаря Иванова можно приводить, а директора нельзя? А сколько лет боролись с телефонным правом? — Победили. Телефонного права нет. Но прокурор неведомо мне чутьем угадывал мысли власть придержащих. Он глянул на меня сочувственно. — Сергей Георгиевич, надо же быть гибким и как-то соответствовать обществу. — Быть конформистом, Юрий Александрович. — Да, не скрываю, я конформист. — Конформист — это халуй. Он ушел, оставив меня наедине со сжогой. Утром ничего не ел, кроме бутерброда со стаканом чая. — Тогда от чего? — От мысли. — Какой же? Я начал тормошить закоулки памяти. Зачем тормошить, если причина видна, как нож в руке пьяного хулигана? Убийца в розыске — одна ситуация, его надо поймать. И совсем другая ситуация. Когда убийца известен, милиция его видит и не трогает, как заложенная на проспекте мина, которую оставили до поры до времени. Да мина-то спокойнее. Шампур действует, изобретая новые виды преступлений. Но и сжога. И я пошел в буфет. Маша улыбнулась мне, как мать непутевому сынишке. После традиционного теплого молочка она предложила. — Сергей Георгиевич, скушаете что-нибудь? — Например, свежие грибы в сметане. — Небось, мухоморчики? — Нет, шампиньоны. — Не отравлюсь. Они обработаны высокой температурой. Этим яды не убьешь. — К примеру, цианистый калий. Его хоть сколько вари, он будет только вкусней. Из уважения к буфетчице грибы я взял, хотя это не пища для гастритчика. Изжоги добавятся. Да ведь не желудочный сок меня разъедает, а шампур достает. Я терплю. — Почему? — Потому что мы, русские, согласны терпеть, вместо того, чтобы работать. — Сергей Георгиевич, отравляют часто? — Чаще стреляют. — Были случаи, когда отравили из-за любви? — Да, муж, жену. — Она с другим спуталась? — Нет, они любили друг друга до безрассудства. — Почему же отравил? У жены был рак, не мог видеть ее страданий. История Маши не понравилась. Не романтичная. Она даже не спросила, как я поступил с убийцей. А ведь уголовное преследование я прекратил, за что вызывался на ковер, склонялся в докладах и долго шпынялся районным прокурором. Если о любви, пожалуй, дело об отравлении жены было самым романтичным в моей практике, потому что убил ни за любовника в шкафу, ни по пьянке, ни по злобе и ни из-за денег. — Сергей Георгиевич, рядом с моим домом вчера Сбербанк обокрали. Правда? — Неправда. — Милиция приезжала? — Сигнализация ошибочно сработала. — Маша, спасибо. Доглотав остатки молока, я спустился к себе. Где-то в дневнике у меня записано, что наказывать надо не только за действия, но и за помыслы. И, может быть, прежде всего за помыслы. Действия видны, проявились, нарыв лопнул, а помыслы внутри неизвестны, зреют. И носитель их живет в обществе, и может слыть приличным человеком. Помыслы. Шампур своих помыслов не таил, приличным не был, и болтался среди людей со шприцем в кармане. Кражу у бизнесмена Дощатова мы уже проворонили. Леденцова я отыскал только с третьей телефонной попытки. — Боря, у тебя есть гражданская специальность? — Армия, училище, служба. — Что будешь делать, если тебя выгонят из органов? — То, чем он учился в милиции. — Преподавать рукопашный бой, пойду в охранники, водила и могу. — Хило, майор. — Тогда стану предпринимателем. Открою бордель под названием «Империя чувств». — Боря, я сед и благообразен. Возьмешь меня швейцаром? — А нас выгонят обоих? — Разумеется. А что нужно сделать, чтобы оставили? — Немедленно арестовать Шампура. — Так, связываюсь с Чадовичем. — А я пошел к прокурору за санкцией. Лес начинался у самой платформы. Среди сплетения тропинок и дорожек Саша выбирал какую-то одну. Ельник раступился, словно его раздвинули. Раздвинуло болото, пахнувшее багульником и сероводородом. Саша усмехнулся. — В прошлом году здесь мент утоп. — Мы-то пройдем? — Обойдем. Косиновые рощи все прут с другой стороны. Болото уперлось в бугры. Под ногами захрустели сухие ветки и зашуршала прошлогодняя трава. Не было еще грибов, поэтому в лесу дрожала июльская тишина, лишь птицы да насекомые. Но это не шум. Начиналась осиновая роща. Видимо, из-за чистоты деревьи росли прямехонько и гладко, как отшлифованные. Саша, осина? — Не осина. — А кто же? — Жив его sigui. — Да и один самый род今. 5 секунд. 16 секунд. — Что у меня есть? — Едğ proprio. — Высота.